Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у меня очередной быстрый рецепт от Ольги Спицыной. Это подписчица моя постоянная, и она прислала мне вот такой вот прекрасный рецепт кекса, который называется «Три желания». Понятно, что у нас больше, чем три желания, но это просто, это красиво, и самое главное, что это вкусно. Ну что, если вы хотите приготовить вот такой вот кекс «Три желания», смотрите рецепт. А в конце я вам расскажу, какой же он на вкус, и самое главное, вы увидите, какой кекс на разрезе. Смотрите, мои хорошие. Приступим к этому прекрасному, как говорится, кексу. Мы с вами готовили уже пирог, который назывался «Три встречи», а это кекс «Три желания». Так что посмотрим, что Олечка нам предлагает приготовить. Я взяла по ингредиентам, здесь не надо ничего такого, знаете, сверхъестественного. Муки 300 граммов, масло сливочное мягенькое, но у меня такое масло недорогое, оно ближе к спреду 200 граммов, 160 граммов сахара, 4 яйца, и это тесто, и разрыхлитель. Вот с этих ингредиентов мы сейчас приготовим с вами тесто. Прежде всего, что мы должны сделать, чтобы не забыть, берем чайную ложку и сразу разрыхлитель. О, это цукор ванилевый, извините, пожалуйста, можно добавить, не перепутайте, как я, в одной коробке. Берем разрыхлитель. Так, получается, что даже еще и похуже коробки фирма одна, видите. Так, берем разрыхлитель и две чайные ложки разрыхлителя, без фанатизма. Раз, где-то там, господи, и два, вот так. Две ложки разрыхлителя в муку перемешиваем, чтобы сухие ингредиенты у нас шли, как говорится. Потому что сахар это спорно. Так, и щепоточку маленькую соли, ямалайской, сюда. Вот сразу нам нужен будет мак, сухой шоколад и изюм. Изюм нужно сразу тепленькой водичкой залить, чтобы он у нас, как говорится, раскрылся. Вот я взвесила 120 граммов. Что-то это маловатая мисочка, надо побольше взять. 120 граммов изюма, но я сегодня использую не только изюм, а вы видите, красная, это журавлына, то есть клюква. Вот видно, да? Будет изюм и клюква. Кисленькая, вкусно будет. Так, водой не горячей, а такой, знаете, градусов 50, чтобы не лохматился. Вот так пусть себе. Видите, говорят, а оно чистое, где там оно чистое, знаешь, какая грязная вода. Все, пусть постоит. Мы будем замешивать тесто и одним глазом будем посматривать на изюм, чтобы он у нас не перекис. Кис. Не то, что с кис, чтобы он не сильно раскис в воде. Так, 200 граммов масла отправляю в емкость, в которой будем замешивать тесто. Это вы знаете зачем, правильно. Это мы смажем форму. И сейчас мы должны 200 граммов масла взбить и с сахаром 160 граммов. Взбиваем до пышности, то есть где-то 3-4 минуты мы должны взбить. Как это делается, вы знаете, шуметь сильно не буду. Это вот так масло. И добавляется сахар. И взбиваем до однородности и до пышности. Так, вот смотрите, такая пышная масса у нас получилась. И сейчас 4 яйца. Буду вбивать по одному яйца. И буду взбивать. Так, давайте добавим. Ванильный сахар. Сюда сразу пусть он там взбивается. По одному яйца все взбиваем сюда в общую массу. Вот смотрите, одно яйцо вбили. Видите, какая масса? Не спешите яйца. Полностью соединилось яйцо с маслом. И тогда вбивайте второе. Уже после второго яйца масса становится вот как бисквитное тесто. Видите? Она уже не крошками, а такая вот уже более жидкая становится. Это после второго яйца. А у нас еще два яйца. Так, это все хорошо, но я посматриваю на изюм и вижу, что я должна его уже выбрать. Вот так, как будто бы прямо выжимаем его здесь и высыпаем на орешки. У меня там попали, всплыли чуть-чуть. Какая вкуснятина будет. Я вам скажу, что Оля сказала только изюм. Но я наткнулась на клюку и чего бы не. Видите, какая вода? Вот. Все. Теперь вот пусть лежит. Теперь уже мы не боимся, что у нас изюм может сильно размокнуть. Продолжаем с тестом. Так, смотрите, какая масса получилась. Она такая жидковатенькая. Видите? Так, и сейчас начинаем добавлять муку. Мука у меня просеяна с разрыхлителем. 300 граммов муки. Всю вмешаем сюда, взобьем. На две части приблизительно поделим, чтобы не было комочков. И включите, пожалуйста, духовку. Духовка 180 градусов. Смотрите, никаких комочков не будет. Чуть-чуть добавили муки. Вот эту муку на три части разделите. Вот так вот, чтобы не летело. Вот так перемешайте. В одну сторону включайте. Ох, по чуть-чуть. Ох, так. Все. Видите, какая такое тесто красивое. И добавляем уже всю часть, последнюю. Вот так вот перемешаю. Это все для того, чтобы не летело, потому что мука легкая. Основная масса тяжелая. Все. И вот так вот вымешиваем. Добавляем скорость. Вымешиваем пару минут. Так, достаточно. Сейчас я венчик оббиваю. Так, берем лопаточку. Теста немного. Я одинарную порцию делаю. Так, лопатка для того, чтобы вот это все со стеночек снять. Видите, какое тесто, смотрите. Оно и не редкое, и не густое. Так, теперь я промокну хорошенечко изюм. Сразу приготовьте еще две емкости, потому что у нас будет как три слоя. Вот я изюм этот уже с клюквой промокнула. И на тарелочку вот так вот его высыпаю. Видите, полиняла клюква. Ничего, это зато будет вкуснее. Так. И изюмчик. Беру чайную ложку муки. И вот так вот чуть больше. Это для того, чтобы в тесте изюм не осел на дно. Чтобы был по всему изделию. Все вот так вот, видите. Много не надо муки. Я приготовила форму. Форма вот такая вот, этот кирпичик. Но я его застилаю, потому что, смотрите, я не знаю, что произошло с формой. Я вроде бы же ничего не подгорала. Она начала почему-то ржаветь. Поэтому я застилаю пергаментом. Если у вас силиконовая, то вы будете голову даже не морочить. И вот этот вот у нас есть пакетик с масла. Тут в осадке масла. Я немножко сейчас вытру на пергамент. Сливочный вкус не помешает. Поехали дальше. Мы сейчас делим вот это тесто на три части. Зрительно. Так, одна часть. И вторая. Вот так. Это я самое большее. То, что самое большее добавили. Вот так. Три части поделили тесто. То есть оно абсолютно одинаковое. Мы его поделили. И сейчас что делаю? Я взяла, надо 30 граммов мака. 30 граммов мака. Так, это пока сюда. Вот тут добавляем сухой мак. Честно признаюсь, я не взвешивала. Я добавила три столовые ложки. Вмешиваем мак в тесто. Так, три желания все-таки. Первое желание это у нас маковое. Второе у нас изюмно-клюквенное. А третье нужно добавлять белый шоколад, крошки. Или же крошки молочного шоколада. Какой у вас есть. Так. Все, мак я перемешала. Пусть лопатка эта здесь остается. Для каждого возьму лопатку. Ну, больше у меня лопаток нет. Есть у меня лопаточки. Так. Где моя красивая лопатка? С деревянной ручкой. Ну, ладно. Так. Дальше. Вот сюда, в самую большую, я добавлю изюм. И перемешиваю. Точно так же, как маковую, соединяю тесто с изюмом. Изюмчиков много. Это вкусно. Так. Вот такая масса. И осталась еще одна у нас часть. Несчастная. Сюда можно добавить молочный шоколад или белый. Я возьму сейчас белый. Немножечко его изрублю и добавлю сюда. Так. 50 граммов где-то нужно. То есть вот это... Он такой... Он такой твердый. Назму вот эту вот одну половинку. Вот так. Это в холодильник. А это сейчас... Ох и шоколад. Ну, можно, знаете, что сделать? Можно вот, смотрите, не на этом, а вот так вот брать и прямо вот сюда, как будто бы вот так нарезать его. Такими кусочками. Видите? Вот так. Это будет хорошо. То есть вы здесь уже смотрите сами. Или вы будете дробить его, или вот так вот нарезать. Мне кажется, нарезать легче. Но сильно мелко не надо такими кусочками, чтобы кусочки получились. Можете нарезать. Но оно будет потом просто у вас стрелять по всей кухне. Можно вот так нарезать. Как орехи, знаете, вот мы делаем. Смотрите, вот так. Вот так вот лучше. Ножик потом потой, чуть-чуть не страшно. Видите, вот такие вот стружка такая получается шоколадная. Можете покрупнее. Потому что шоколад белый очень... Это же не пористый. Он очень-очень твердый. Видите какой? Вот эту стружку отправляем сюда. Вот так самое лучшее будет, мои хорошие. Все, нарезаю шоколад до конца. Вот таким способом самое легче. Вот нарезала и все сюда отправила. Так, посуду будем мыть все потом. Так, и сейчас... Ну, это я перемешаю ложкой. Шоколад соединяем. Быстро оно соединяется, как сыр натернуть. Можно с помощью терки. Ну, просто, знаете, терку еще мыть ножом быстро. Все. Три части у нас готовы. Вот они, смотрите. Три части. И сейчас мы будем это выкладывать слоями. Ничего не будем выпекать по отдельности. Будем выкладывать слоями. Первый слой у нас пойдет, получается... Мак самый последний будет. Мак будет самый высший. Значит, сначала мы отправляем изюм. Первый слой изюм. Второй шоколад. И третий мак. Все, отправляю сюда. Все, сюда форму и распределяем по форме таким слоем. Вот здесь у нас, конечно, немножко складки эти будет видно. Потому что бумага... Ну, извините, у меня что-то с формой случилось и не пригорало ничего. Покрытие такое-то. Хотя это мне же Людася присылала. Это же качественное, по идее, должно быть в Европе купленное. Вот так вот сделали. Видите, расправили. Вот так все это обираем тесто, чтобы оно у нас не перемешивалось между собой. Так, и следующий слой шоколад и потом мак. Все. Так, вот шоколадный слой. И теперь маковый слой последний. Аккуратненько так выкладываем, чтобы слои не перемешивались. Ну, средний, конечно, не сильно будет видно. Если вы черный шоколад, можете сделать и белый, и черный добавить. И того, и того шоколада будет видно. А так у нас будет просто средний слой, просто беленький. Но вкус белого шоколада, понятно, что будет чувствоваться так. И сейчас расправляем вот так вот все это. Разглаживаем маковую эту начинку. Надо силиконовую такую форму себе купить. Она без проблем. Силикон это вообще класс. Все выходит, ничего не пристает. Так, и сейчас выбираю все до последней крошечки в миске. Разравниваю. Духовка 180 градусов. Низ и вверх включаем. Можете даже конвекцию, если у вас есть. Так, вот сейчас я вот так вот ровненько расправляю. Я расправляю, чтобы все оно село. Ну, это уже последняя капля, она так и будет идти там. Теперь посмучим. Вот здесь эта бумага, она оттофыривается, и краешек немножко не будут ровные. Ну, не страшно. Так, отправляем в духовку, я уже сказала, 180 градусов. Все, засекаем на один час. Все. Закрыли аккуратно. И поставили таймер. Вот так, что же у нас здесь. Ой, какая красота. Сейчас я возьму деревянную шпажку, потому что здесь проверяем точно так же все деревянной шпажкой. О, как он открылся, вы видите? Ну, видно, что еще и часы не зазвенели, еще сыроват. Так что пусть, смотри, какой он, видите, красивый. Так, вот я открыла его. Сейчас я вам скажу, сколько у меня на таймере здесь времени, чтобы вы знали, когда можно открывать. Так, еще осталось 15 минут. Вот я открыла духовку. Раньше не открывайте. Ну, что, зазвенел таймер, но я еще 5 минут дала, потому что мне не нравилось немножечко тут на самом верху тесто. Поэтому я 5 минут еще подержала в духовке. Так, все прекрасно, выключаем. Видите, как он немножко лопнул, но это не страшно. Вот сейчас кекс наш должен, сейчас я вот протру и вставлю в середину, чтобы вам показать, что абсолютно, видите, это крошечки, абсолютно лучинка сухая. Так что смотрите, пробуйте. Час, это разные духовки. В кого-то есть обдув, в кого нет, но не менее часа. Так, все, накрываю сейчас я салфеточкой. Можно сделать глазурь шоколадную, сварить на основе молока, или сметаны, какао, сливочное масло и сахар. Или же можно просто присыпать пудрой. Я присыплю пудрой. Накрываем, пусть остывает. Подостыл наш кексик. Сейчас мы его достанем из формы. Ну, уже еще горяченький, но уже руками можно легко брать. То есть уже все нормально. Видите, я не знаю, что с этой формой случилось. Такая форма хорошая. Вот такая неприятность. Так, отделяем. Отлично, нигде ничего не подгорело. Смотрите, какой красавец. Видите? Так, на. Под низ, пока еще у нас оно теплое. Конечно, это немножко неправильно. Я сейчас не буду на это. Я возьму на решетку, потому что низ еще теплый. Вот так. О! Вот это будет правильнее всего. Пока сюда поставлю, возьму пудру сахарную. Вы, если будете глазурью, то полностью остудите. Так. Оно не везде попадет, а вот в эти трещинки пудра засыпется. Вот как в магазине продается. Вот здесь оно, видите, не держится. Здесь можно просто сладенькая такая водичка, и оно потом возьмется. Но я не хочу. Я вот сейчас трещины вот эти вот засыплю, и все, как в магазине. Или же горячим, когда еще было, то можно было на вот эти места насыпать пудрой. Все, мои хорошие. Вот так пусть он до конца уже остывает. И будем с вами пробовать его. Все. Быстро. Недорого. И я уверена, что это будет очень-очень. Вот я сняла из решетки. Полностью он остыл. Можно на блюдо. Я взяла вот это вот. У меня такая дощечка есть. Очень красиво, конечно, посмотрелось без этого просто на столе. Но это уже вы как хотите, так и будете подавать. Это просто-напросто декор. И сейчас я отрежу вот кусочек. Не среди, а вот краюшек отрежу. И покажу вам, какой же кекс. Три желания на разрезе. Смотрите. Самый большой, конечно, это изюм и клюква. Потом идет белый шоколад и мак. Но мак у меня немножко середина здесь как бы его вытолкнула. Я думаю, что не хочется мне поднимать, чтобы пудра не осыпалась. Я вот сейчас вам покажу вот здесь. Вот смотрите. Видите? У меня мак вытолкнула наверх. Вот, вот, вот наверху. Но не страшно, все равно вкус мака будет чувствоваться. Так, давайте, хватит его крутить. Давайте сейчас вот так вот еще. Смотрите, какой он. Еще теплый, конечно. Смотрите, как кулич прямо. Видите? Попробуем. К примеру, сладкий. Очень вкусно. Очень вкусно, дорогие мои. И самое главное, что вот такой простой рецепт, ничего здесь такого нету навороченного, а получилось достойный, такой, знаете, с разряда дорогих рецептов, десертов. Все, не буду долго говорить. Если хотите, приготовьте без проблем. Час запекается, руки чистенькие, все перемешали, все выложили в форму, запекли. И вот такой вот прекрасный текст режелания у вас получится. Спасибо, спасибо большое Олечке Спицыной за такой прекрасный рецепт. Готовьте и будьте счастливы. Я жду новых рецептов. Присылайте, с удовольствием приготовлю.